Всем привет, ребята. Мы приехали сейчас в Леруа Мерли. Нам надо кое-что купить. Надо роллос на окна, потому что солнце светит. Надо закрыться маленечко. Ну и шторы посмотреть. И еще кое-что. Потом вам покажем. Тут Алиночка увидела. А, это просто, наверное, да? Нет? Да, но тут уже это, как номера. Сейчас я вам сразу покажу здесь, что мы купили. Взяли вот такие вот лампы, три штуки. Это для прихожки. Хотим там зеркалом что-то попробовать, потому что у нас там три кабеля висит. Надо будет попробовать, сможем мы сделать или нет. Потом такие вот три роллы для зала. Молоточек Санька взял. Потом пахучку взяли. Она вообще-то для шкафа. Ну, хотим повешать в машину, попробовать. Потом такую вот штучку. Не знаю, как она называется. Вот такую вот нить сантехническую. И Алиночка себе взяла три кактуса разных в комнату. И вот это вот для кухонных приборов еще взяла. Мне надо одну такую. Не хватает. Вот такая вот закупочка. И за это мы отдали 12 с лишним тысяч. Ну, почти 13 тысяч. Смотрите, саранча. Такая здоровая вообще. Мамочка. Че она такая большая? Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Теперь мы зашли и еще раз взяли вот такую вот тачку. Нам надо купить пару USB-плат. И поедем. Че, Дань, прикольно кататься, да? Опять мевлеруа. Красивый тут цветочек тоже с пальмой. Вот мы еще взяли четыре листа USB-платы такие. Сейчас мы их загрузим. И поедем дальше. А, че, я заплатила? Вот. 1344 рубля. 151 рубля. 153 рубля. Субтитры подогнал «Симон» Вот Саша заносит эти доски, Даня там что-то кушает, ходит, грызет. Вот он их в гараж несет. Смотрите, какой у нас грязный прицеп, это и то уже дождем отмылся. Вот этот уголок, вот здесь вот видно, какой он вообще-то чистый должен быть. А я сейчас помою посуду. Мне там надо сковородку еще одну помыть и пойду к Саше, помогу ему. Кое-что там в гараже сделать, но обязательно вас возьму с собой. Вот он, последнюю доносит. Данечка-то что-то смеется. Саня себе молоточек купил. Все в Германии остались, забыл их. Именно все, что нам сейчас бы надо было бы, мы в последние минуты наши в Германии выложили. Так как у нас прицеп, выгрузили. Перегруз большой. Да, у нас был перегруз и мы выложили... Вы, блин, выгрузили, я не знаю, что у меня заплетается. Выгрузили много вещей, коробок, именно инструментов. Потому что у них было очень много веса. А теперь бы это все надо было бы. Так же, как и у меня все для огорода. Все мои тяпочки, все мои... Все мои такие прибамбасы, ножички, все на свете. Все осталось, к сожалению, там. Теперь по новой покупать приходится. Сейчас я это перепаркую. А, ты его хочешь туда поставить, да? Что, потом доски сделаем, да? И доски. Ну, вот эти вот. УСБ-платы. УСБ-платы, да. Ну, чтобы можно было туда все убирать. Ладно, пойду я посуду домой. А то я выбежала. Сковородку так и не домыла. Так, я опять вернулась. Сейчас хочу вам показать, что у нас машина наша. Тютельку в тютельку как раз сюда помещается. Ну, вот когда был сильный дождь, спрятали ее сюда, в гараж. Как раз вот она помещается. Это хорошо, удобно. Боялись вчера, что будет град. И ее хоть можно было спрятать. У нас здесь вот лес. Красиво так, хорошо, зелено. Все. И вот сейчас у нас такой он полный. Мусора много, надо мусор вывозить. Делать здесь порядок. Но дома тоже еще все грязно. Это мы тоже тут с этой бочки вытаскивали сюда мусор. Дождь пошел, но не успели. Потом в следующий раз будем убирать. Вот этот в горшочек. Тоже привезла его с Германии, посадила цветочки. К сожалению, что-то он у меня здесь не пошел. Не знаю, что ему здесь не хватает. Ты не хочешь рассказать насчет песка у нас вокруг дома? Что рассказать? Ну, все спрашивают, почему у нас столько много песка. Мы мечтали жить на море. Поэтому у нас тут песок, да? Будем копать море. Да. Нет, мы, когда покупали этот дом, мы думали, что как бы это... Он нам сказал, что подготовил уже под брусчатку. Да. Завез песок. Вот здесь вот, где я сейчас стою, Данечка у нас копал. Метр глубиной, и мы не дошли до земли. Да, потом мы сходили здесь к соседям, где строят дом. И этот дом строили... Эти ребята строили тоже и наш дом. Мы с ними поговорили, и они сказали, что у нас здесь вокруг дома. Ну, здесь впереди. Обещали сделать море. Полтора метра песка в глубину. Вот так. Что там такое летает большое. Так что... Я хочу взять экскаватор. Мини-экскаватор. И вот отсюда вот это все выгребьте. И выгребьте с той стороны. И завести земли. И завести чернозем. Да. Потому что сейчас мы еще там сзади покажем. Мы же... Мы это не показывали же еще, да, Сань, что мы посадили. Ну, тогда веди. Я за тобой. Веди нас, ну, Санин, веди нас, герой. У нас пролил дождь уже пару дней. Поэтому здесь все так мокро. Вот так у нас мы подвязали помидорчики. Там у нас даже два помидорчика где-то есть. По-моему, три. Да. Вот. Цветочков много. Надеюсь, что это не пустоцвет. Сегодня вырос. А вот новенький вырос, да. Так что... Ну, там еще где-то снизу пару, чтобы было. Это мы... Растут, растут. На земле нашли вот эти цветочки. Я их посадила сюда. Такие красивенькие. Вот. Ну, помидорчики подвязали. Здесь вот это все надо убрать. Я купила сегодня семена на укроп и петрушку. Шпинат это, да? Да, это шпинат. Его надо убрать. Это мне еще надо все тоже посрезать. Все, руки теперь не доходят. И это заморозить. Руки не доходят. Саша вчера взял, короче, как писали. В комментариях. Закрытым какими-нибудь лопухами, да. Саша взял вот эти вот от... О, смотри, это от дождя он так попадал. Да, вот они. Помял. Ну, вот они отошли, смотри. Он накрыл вот этими листиками. Ну, ну, все, он дождем отбил. И здесь они тоже отбили. Он и... Ты землянику тоже, клубнику эту? Ну, я от дождя, то, что я думал, пойдет град. А тут что, два вот эти пропали, да? Два пропало. Да, опять полоть надо. Пару дней не полола, уже все опять. А этот не сломается так, он теперь тяжелый на нем лежит. Ой, тут, смотри, ягодки. Ягодка есть. Все, ягодки. Обижали в Жеград. Да, и Саня накрывал. Побоялись. Вот, ягодки будут. Значит, немножко ягодки, урожай будет. Вот, вот такие вот дела. Потом мы здесь посадили наши малины. Что-то это тоже смородина, что-то зажелтеть начал. Короче, вот сюда мы их посадили. И когда мы их сажали, копали. Здесь, короче... Белая, красная и черная смородина. Да, и здесь у нас получается песок. Вон, видно, да? Я выкапывал. Да. У нас тут, где травка растет, здесь, наверное, сантиметров пять. Только земли. Остальное на лопату глубины у нас идет песок. Вот, здесь эта жимолость наша, она, к сожалению, что-то не прижилась. Может быть, надеюсь, может быть, еще отойдет. Листья сухие, а стебель еще нет. Вот, а этот вообще что-то, конечно, жалко его. Он был самый большой, жимолость. Надеюсь, может быть, еще успеет хоть что-то вылезти. Так, вот это еще вопрос. Что это за дерево? Что это за дерево? Я думаю, это тополь. Очень сильно похож. Такие вот листики. Зачем она его здесь посадила? Вот так. Вот такой вот. И здесь вот это тоже что-то, мы не знаем, что это. Кто разбирается, напишите. Напишите в комментариях, если знаете, что это тоже такое. А это лопух лишний точно там. Надо его тоже прополоть. Я скажу, что это тополь. Так, здесь у нас кружевник. Мы его тоже немножко подперли здесь. Он лежал на полу. Он у нее засох. Наверное. Потом вот новый. Потом отошел. Поэтому надеюсь, что жимолость тоже так даст потом. И сюда мы еще малинку посадили. Два разных сорта. Два разных сорта. Здесь у нас какая-то нермантная какая-то. И вот здесь вот тоже, вот этот тоже кустик не очень. Но вот этот более-менее пошел. А эта малина тоже не... Это желтый. Желтый гигант. А это... А, это Мишутка. Вот так. И речки где нападают? По камесь посадили сюда, потому что в маленьких коршочках они тоже начали от жары пропадать. У нас аптека есть. Что это? Подорожник. А ты его спасил. А я вырос. Их вон много. Ну вот так вот. По камесь так. Вот этот цветок я тоже сюда посадила. Один. И он у меня ветром его сдуло. Он у меня упал. Тут вон все рассыпалось. Надо теперь тоже, тоже новенькие опять же пошли. Все надо аккуратненько поубирать. И привести это все в порядок. Так вот, ребята, кто в Тюмени здесь неподалеку живет, кому нужен песок, детям в песочницу, обращайтесь. Подарю вам песка. У нас его много, да? Надо будет, надо будет свет включить. Смотри, вот эту вот лампочку. Что, свет не включился? Не включился. О, не тот включен. А это же на улице. Вот смотри, какая яркая лампочка. Она горит, если в чё. Кто? Лампочка. А, это горит, да? Да, посмотри. Потухло. Видишь? Оп, загорелась. Вот эту лампочку они хотели с собой забрать, сняли, короче. И забыли вывезти, загрузить. Вот такой у нас здесь вот чердак. Ихний мусор надо будет как-то сейчас. Да, это все надо будет в сторону. В сторону. И мы вот сюда вот хотим какое-то, ну, какое-то вот место сделать вот эти доски. Пол хочу сделать этот из ОСБ, чтобы хотя бы какие-то вещи можно было, коробки что-то туда убрать. Да, коробки вот. Потому что, как они чердак сделали, туда просто не залезть. Потом покажу, почему. Там. Там, да. И, ну, сюда положим все эти чемоданчики наши пустые. А это мешки, вот это, это все мусор. Да. Это наш мусор, упаковочный материал, который мы распаковали мебель. Это мы потом загрузим. Ну, здесь, подожди, здесь машинка наша. Ну, вот это, да, коробки, я имею в виду, вот это все пустое, да? Все повывозить. Это мы потом вывезем. Мы вчера просто быстро голопом, тут, короче, все заставлено было, мы быстро все по сторонам, сделали, потому что пошел дождь. Обещали град и... В Тюмени-то был град, до нас, слава богу, не дошел. Поэтому мы все вот проспихали, чтобы машина, главное... Она как раз залазит от стенки до ворот. Как раз вольво входит. Ну, здесь порядок надо наводить. Еще работают... Эти ведра от старых хозяев, это краска от дома, да? Что в доме стены покрашены. Да, и еще много нам комментариев писали насчет... Страшных обоев, таких темных. Ребят, в доме нет обоев, это декоративная штукатурка, она все покрашена. Это запросто можно перекрасить в любой цвет, какой вам подходит. Так что не переживайте. Поживем серым цветом. Не понравится, надоест перекрасим. Надоест перекрасим. В белый, в желтый, в розовый, неважно, да? Самое главное, у нас есть крыша над головой, есть душ, есть туалет, есть кухня. Места нам хватает всем, так что тоже не переживайте за нашу спальню, что родительская спальня очень маленькая. Нам хватает места. Да, мы там поставим, может быть, диванчик раскладной или кровать, посмотрим, там это влезет. Мы замерили, кровать метр сорок спокойно влазит. Да, поэтому где спать найдем? Даже если вдруг что, у нас есть на диване, он у нас раскладной, мы на нем спим нормально. Можно в пятером спать на нашем диване, так что приезжайте в гости. Алине тоже уже 19 лет, как бы она всю жизнь-то с нами жить не будет. Если что, у нас будет комната потом. Ну, детям важнее, потому что мы как бы только там ночуем и все, а детишки там и находятся тоже. Спальня нужна только для проведения ночи. Днем ты находишься или на кухне, или в зале, во дворе что-то делаешь, на работе. Домой пришел, переночевал и опять ушел. Так что места в доме предостаточно. Ну, еще были комментарии, что с удивлением услышали от Алины, что такой дом маленький, комнатки маленькие. Многие не видели наш дом, который был у нас в Германии. Очень много новых зрителей на канале. Поэтому, кому интересно, перейдите в наше видео. Там есть наш старый дом, который был в Германии. Он у нас был 160 квадратных метров. Поэтому там комнаты были немножко побольше. И он был двухэтажный. Так что... Здесь только 106 квадратных метров в жилой площади. Ну, хватает. Гараж тоже очень маленький здесь. И в Германии он был тоже в два раза больше. Так что не удивляйтесь. Но там этот дом был у нас в кредите. За него надо было еще очень много-много лет выплачивать. Да, зато здесь это уже... До пенсии много-много лет. Да, ну там... До пенсии выплатили. До пенсии, да. Выплатили бы мы или нет, это еще другой вопрос. Да, потому что... Ну, как... Ситуация такая вот. А здесь это уже наше. Наша личная. Поэтому... Как-то вот так. Будем жить в поменьшем. Ну, а со временем мы его обустроим. Доделаем все, что нам нужно. В планах есть построить баньку. И какой-нибудь еще навес под автомобили. Ну, и, конечно, какой-нибудь сарайчик, хозблок для инструментов. Ну, как я и говорила, работы здесь теперь хватает. Я Сане говорю... Я говорю, там почти... Заведем курочек, коровку, свинюшку. Не, не надо. Не надо. Я Саше говорю, мы там уже почти все закончили. Теперь у нас здесь опять все заново. И именно на улице. То, что много-много сил занимает. Ну, главное, дома скучно не бывает. Да, работы хватает. Ну, вообще сейчас ничего не успеваем. Потому что ездим по делам. То туда, то сюда, то с Алиной к одному врачу, к другому, к третьему и так далее. Дел очень много. Поэтому дома почти ничего не успевается делать. Еще хотели поблагодарить наших риэлторов. Алиса и Саша. Мы знаем, что они тоже нас смотрят. Огромное спасибо. Саша продолжит. Большое спасибо нашим риэлторам за то, что они нас так долго терпели. Наши капризы, наши пожелания. Мы очень... Капризные были. Капризные были выборы. Очень-очень много домов посмотрели. Стройные, которые готовы. И которые готовы, и не готовы. Которые еще даже и строились. В планах только постройки. Мы все это учитывали, смотрели. Мы объездили пол Тюменской области. Очень много, да. Так что большое вам спасибо за это. За терпение. Ну, наконец, мы подобрали домик. Вернее, они нам подобрали. А мы согласились. Выбрали. Ну, кто собирается переезжать в Тюменскую область, пишите нам в Телеграм. Мы дадим вам контакты. Да. Очень советуем наших риэлторов. Хорошие люди. И во всем нам помогли. Мы вообще, в принципе, ничего не делали. С бумагами все делали. Они нам помогают даже помимо дома. С советами, пожеланиями. Мы встречаемся, созваниваемся. Они нам подсказывают, что хорошо и что плохо. Любой вопрос, можно к ним обращаться. Они помогают. Это хорошая помощь. Во всех планах, не только с домом. Мы сдружились. Да. Так что обращайтесь. Обращайтесь, кто будет в Тюмень переезжать. Советуем наших риэлторов. Так что, если что, пишите в Телеграм. И мы вам дадим контакт в Телеграме. Ни фига. Мы здесь уже очень много. Мы каждый день срываем здесь кабачки. По 2-3 штуки. Каждый день кушаем. Жарим их на нашей Тефале на гриле. Смотри, я сегодня смотрел утром. Он был вот такой маленький. Что, большой уже? Вот, видишь, опять сегодня можно кушать. А подожди, там он еще один. Еще один. Покажи какой. А, вот, давай, давай его. Ох, какой. Мы их сильно большие не оставляем. А то они разрастаются, там большие семечки. Поэтому такие. Так, сегодня два, да? Вроде бы все. Они так быстро растут. Днем смотришь, вроде бы утром они маленькие. А потом к вечеру ближе уже такие громадские. Но мы их очень любим. И, как я говорила, каждый день их кушаем. Хотели как-то эти сделать. Вот помидоры бы так еще росли бы. Ну да. Так, ладно, давай я пойду домой. Я все не могу мою сковородку домыть. Все к тебе на улице. А ты мне ту малину показывала? А ту малинку я не показывала. А, я показывала, да, что я ее там нашла. Там ягодка есть. Щавель мой здесь, конечно, очень грязненький стол. Ягодка есть даже. Ух ты. А Данечке показывал? Нет. Дань, здесь малинку можешь покушать. Да покушать. Попробовать хотя бы, да. Ну, ты показывал уже. Малинку иди покушай. Там малинка в углу. Саш, давай мне тогда. Я пойду. Что? Или ты тоже домой пойдешь? Нет. Можешь заходить? Давай я зайду, я пойду сковородку помою. А то я все им говорю, сковородку надо помыть. Я все не могу ее помыть. Я каждый раз к тебе на улицу выбегаю. Я сейчас все это здесь начну вы это убирать, место делать. А, давай. Вот мы лестницу себе тоже приобрели. Такую высокую. Чтобы можно было на чердак в доме залезть. Потому что там надо было посмотреть. Слава, надо быть, это хозяева. Старые оставили, порванные. Мусора здесь оставили они нам немножко. Вот. Теперь можно хоть сюда залезть тоже. КОНЕЦ КОНЕЦ